Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами будет телепорт в прошлое. Я хотела бы показать топ, наверное, 15 своих любимых косметических средств за 11 лет на ютюбе. Да, если вы не в курсе, то я уже 11 лет как блогер. И вы знаете, очень часто я приобретаю какую-то новую косметику. Мы с вами там собираем сезонные косметички. Я рассказываю о бюджетных находках, о люксовых фаворитах. Но есть что-то, что никогда не покидает мой косметический столик. По той причине, что это те средства, в которых я могу быть уверена, которые со мной давно. И которые всегда дают вот тот самый результат, ради которого я, собственно говоря, начинаю краситься. В те дни, когда я или плохо выгляжу, или когда хочу выглядеть как с иголочки, я всегда выбираю как минимум одно из этих средств, потому что они действительно фавориты из фаворитов за очень многие годы. Поехали! Первое косметическое средство, которое я покупаю, наверное, даже уже больше, чем 11 лет, это тушь от бренда Everline под названием Volume Celebrities. Я шучу, я могла бы быть амбассадором их туши, потому что мне очень подходит и формула, и щеточки их туши. Они у меня не вызывают раздражения, также не размазываются, не осыпаются, у них всегда насыщенный черный цвет. И даже в такие периоды, как сейчас, когда у меня обновляются реснички, очень много своих длинных и отрастающих, и казалось бы, у меня длинные ресницы от природы, но не все туши дают мне такой результат, особенно когда какая-то турбулентность, и они неровные, иногда это выглядит жутко, а на эту тушь я всегда могу рассчитывать, и она дает мне и удлинение, и разделение, фиксирует изгиб, который держится на протяжении всего дня. Также эти туши придают объем, каждая из них чуть-чуть отличается, но всегда у меня ресницы с ними просто-напросто роскошные. Обожаю в этой туши силиконовая щеточка, и в 99 случаев я выбираю именно такую. Так как у меня большие глаза, мне эта форма подходит, но если у вас другая форма глаз, другой размер, то я уверена, что у бренда Eveline вы найдете ту самую подходящую именно вам, ну а формула для меня самая любимая. Я прекрасно помню, как я сама училась краситься по видео на YouTube, как я собирала свою базовую косметичку и подбирала те средства, которые будут мне подходить, и у меня тогда не было какой-то финансовой возможности пробовать все то, что мне было интересно. И много лет тому назад, вы помните, был такой бум на косметику MAC, когда она стала более популярной, известной не только в кругу профессионалов, но и также любителей косметики, и просто тех девушек, которые красятся и на каждый день, и на особые случаи. И я тоже припоминаю себе, как я собрала конкретную сумму, отправилась в бутик MAC для того, чтобы приобрести себе первые средства, и не поверите, они до сих пор со мной, и я до сих пор использую их, и по-настоящему наслаждаюсь каждым из них. И одно из моих первых покупок были тогда, мне казалось, настолько дорогие тени, они сейчас не дешевые, как для однушки, но они того абсолютно стоят. Это тени под названием Hooks, как только не коверкали название этих теней. Это очень красивый такой коричнево-таупово-лиловый цвет, который кому-то нравится, кому-то нет. Многие бренды выпустили похожие, и у меня они также были. Похожие оттенки есть и в палетках Anastasia Beverly Hills, и в бюджетных брендах. Это то, что первое пришло на ум, да. Тем не менее, мне больше всего нравятся именно эти матовые тени. У них правильный подтон для моей внешности, и он достаточно универсален. Также формула такая немножечко суховатая, они не так сильно пылят, как многие другие гиперпигментированные, доступные сейчас на рынке. Но за это я их как раз и люблю, потому что я сама могу контролировать интенсивность оттенка, плавность нанесения, тушевку и все остальное. С ними у меня всегда все получается так, как надо. И очень часто во всякие поездки, когда я хочу собрать минимум косметики, но взять с собой что-то максимум любимое, я беру эти тени и еще какие-то сияшки. Или просто когда мне нужно подчеркнуть складку века, я не знаю, какая у меня будет помада. В принципе, что я буду надевать, я добавляю эти тени, и мой макияж всегда выглядит гармонично, и я сама себе нравлюсь. Я вынуждена признаться, что MAC в принципе по сей день остается одним из моих самых любимых брендов косметики. И у них есть так много всего, от чего я не готова отказываться, на что я подсадила очень многих своих знакомых, подруг и также моих зрителей. И следующее средство это минерализированная пудра тоже MAC. Это такая компактная пудра, которую можно использовать разными способами. И это не минеральная пудра, это просто сатиновая пудра с добавлением минералов. У меня есть одно из достаточно популярных видео о косметике MAC в целом. И спустя годы я готова подписаться под всем, что я там говорю, потому что мое мнение абсолютно не изменилось. Эта пудра, она не глухоматовая, она дает дополнительное покрытие, при этом выравнивает как-то текстуру кожи, даже если ваш тон лег как-то неровно, и вы не любите сверх сияющие пудры, но также вам не нравятся сильно матовые. Вот эту пудру наносишь и сразу все гладко, идеально, и она не подчеркивает поры, она у меня не заваливается в какие-то морщинки, она дружит с каждым тональным кремом, будто на выход, на каждый день, когда у меня есть какие-то несовершенства. А моя мама, например, она использует ее даже вместо тона, берет кисть кабуки и наносит ее такими легкими движениями, и у нее получается тоже красивый, равномерный оттенок кожи. И несменно все эти годы мой оттенок это medium, и чудесным образом он подходит мне и в холодное время года, и даже тогда, когда я немножко загорела. И эта пудра, это действительно что-то, что и спасает, и радует меня в любом случае, когда мне нужно выглядеть хорошо, или наоборот, когда все очень плохо, и это нужно срочно исправлять. Давайте с вами сделаем небольшую паузу от бренда MAC, но к нему мы еще обязательно вернемся. Кто из вас припоминает, как бренд Анастасия Беверли Хиллс произвел настоящую косметическую революцию в сфере средств для бровей? Мне тогда тоже интересно было все это попробовать, но у нас Анастасия Беверли Хиллс не была доступна, и я то ли заказывала это прямиком из Америки, то ли муж мне привозил. Ну, в общем, первый мой косметический продукт от Анастасии Беверли Хиллс точно не был из Европы. И я заказала себе тогда тени для бровей в оттенке блонд, и я закончила их. Это моя вторая упаковка. Они очень медленно используются. И тогда первая упаковка, еще до каких-то там изменений, она была с более оливковым подтоном. Сейчас оттенок блонд, он чуть более теплый, но тем не менее мне это безупречно подходит. Чем бы я не красила свои брови, если я хочу сделать такие брови, как сейчас, вот идеальные для меня, я всегда прокрашиваю маркером поверх уже зафиксированных бровей кончик брови, а где-то ближе к переносице я всегда это все оформляю при помощи теней. И какие бы тени я ни брала, все они слишком холодные, или слишком пигментированные, слишком темные, вот это прям мое. И у них действительно уникальная формула, потому что они вот какие-то такие, как надо. Вот Анастасия Баверли Хиллз знает толк в бровях, и когда у меня закончится вот эта упаковка, я обязательно из-под земли достану именно такую же, потому что для меня это золотой граиль. Конечно же, метеориты, у меня был целый отдельный обзор на канале. Кто-то любит, обожает, кто-то ненавидит. Я отношу себя к фанатам пудры от Герлен, это пудра в шариках с фирменным ароматом, который лично мне очень нравится. И я помню, когда я впервые купила себе самый светлый оттенок, я тоже не поняла, отчего все так сходят с ума. Но потом я где-то вычитала, что самый удачный, самый красивый оттенок номер 3, именно Medium, я все-таки его приобрела, и случился Magic, потому что это была и фиксация макияжа, это самая невесомая пудра. Эта пудра и фиксирует макияж, и матирует, и подсвечивает, и все вместе, и это легкая-легкая вуаль. Кто-то использует эту пудру как финишную, то есть уже поверх всего макияжа, но в моем случае она работает с любым тональным кремом, и днем она выглядит красиво, уместно. Ты не блестишь, как елочная игрушка, но у тебя лицо не перегружено, и даже если это вечерний выход, я наношу пудру на все лицо, прям не стесняясь, то при попадании каких-то бликов от искусственного освещения на твое лицо, оно так красиво сияет, как у голливудской звезды, и эта пудра, конечно же, не дает оттенка, и поэтому я не могу ее сравнивать с моей любимой Hourglass, например, это немножечко другое, но все равно это красивая, лоснящаяся, дорогая, в хорошем смысле слова, роскошная кожа. У меня не всегда есть время, да, и желание, в принципе, накраситься даже так, как сейчас. Мой вариант на каждый день это BB крем, и я все же люблю, когда у меня подчеркнуты брови, так как я светленькая, от природы у меня светлые ресницы, светлые брови и волосы, и брови невыразительные, это действительно рамка лица, и когда вот не хочется вводить это все гелем для бровей, и просто нужно, чтобы брови были. Я всегда пользуюсь вот этим карандашом, ну, наверное, не всегда, а в большинстве случаев, когда он у меня есть, или когда мне нужно вот нарисовать брови и бежать по своим делам, и чтобы они были целый день на моем лице. Это карандаш от бренда Paese, мой оттенок Honey Blonde, и он безупречен, он с правильным, даже более удачным оттенком, чем сегодняшняя Анастасия Беверли Хиллс, то есть это такой светлый, коричнево-тауповый, немножечко медово-оливковый оттенок, именно подходящий под мой цветотип. Если вам нравятся светлые брови, не слишком холодные, то обратите на него внимание. Это пудровый карандаш, который очень просто наносится, он не залипает в бровях, он не оставляет комочков, он очень аккуратно прокрашивает вот эти пробелы, хорошо заполняет те места, где брови или перевыщипали, или они просто отсутствуют. И со второй стороны здесь еще и есть щеточка, что очень удобно, можно это все прочесать, и карандаш смотрится не как что-то нарисованное, а максимально естественно. И иногда я тоже беру просто этот карандаш, заполняю даже у основания бровей свои брови, потом могу уже в течение дня или чуть позже добавить гель для бровей, он тоже, ну вот гель для бровей, не съедает само средство. Это очень удобно, и карандашик это One Love, я не знаю, сколько я их использовала за все это время. Одна из моих самых проблемных зон на лице, это область под глазами, у меня кожа тонкая, тоже я блондинка, и поэтому у меня всегда присутствует синева под глазами, и не только осложнен выбор консилера, но еще и то, чем я это все зафиксирую. Не подойдут сияющие пудры, также у меня кожа склонная к сухости, поэтому я не могу себе позволить использовать, например, пудру от Лори Мерсье, супер популярной Huda Beauty, это все не для меня, и это еще и больше как-то подчеркивает и сухость под глазами, и также саму синеву не корректирует. И та пудра, которая доступна на рынке очень-очень много лет, и которая работает буквально как в фотошоп, это Sensai. И я начинаю переживать, потому что она у меня заканчивается, мне нужно приобрести новую, и она у нас то ли много где распродана, то ли она потихоньку исчезает с прилавков, и я уже в панике, потому что это то, что зафиксирует любой консилер, также волшебно, визуально именно, наверное, за счет каких-то светоотражающих частичек, хотя она прозрачная, она как будто скрывает вот эти впадины, которые у меня есть под глазами, и это смотрится настолько гладко, настолько, насколько, в принципе, возможно. То есть, лучше быть не может. И эта пудра фиксирует любой консилер, она мне не пересушивает, я могу нанести и тонким слоем, и сделать бейкинг, когда это необходимо лично мне. В общем, это та пудра, которая просто скрашивает меня, любой мой внешний вид, и я всегда могу быть уверена в том, что любой консилер, дорогой, бюджетный, не скатается с этой пудрой, не превратит область под глазами в сахару, не пересушит мне. Это, правда, очень крутая мелкая дисперсная пудра, которую вы можете зафиксировать и Т-зону, что я очень часто делаю, вы можете, в принципе, нанести ее на все лицо, и это та пудра, которая подойдет и тем, кто красит только себя, и тем, кто работает визажистом, например. Вот, правда, пудра, которая работает, как волшебная палочка, и на все лицо, и под глаза, максимально универсальная, максимально такой мелкий помол, она незаметна на лице, подойдет каждому оттенку кожи, потому что она прозрачная, и это тоже что-то незаменимое. Мои косметички, и я пошла искать новую баночку. На всякий случай, я же вам говорила, к Мак вернемся. В любой непонятной ситуации, когда не знаю, какими будут тени, когда не знаю, чего я хочу, и вообще, чтобы я выглядела более такой живой, а не супер бледной, я наношу румяна от Мак, в оттенке Dainty. Это линейка Mineralize, и это румяна, такого красивого, персиково-розового цвета, с небольшим отблеском, но это не такое сияние, как, например, в румянах Orgasm от бренда Nars. Это более деликатное, такое натуральное, освежающее свечение, и цвет тоже, который подойдет и брюнеткам, и блондинкам, и на свадьбу, и на каждый день, и на работу. Если, конечно же, вам нравятся именно матовые румяна, то это не тот вариант, но все равно, я призываю вас к тому, чтобы хотя бы попробовать румяна от Мак, у них есть и сатиновые, которые не подчеркивают, например, какую-то текстуру в области, куда мы наносим румяна, но, так как у меня кожа бывает проблемной, то у меня все же иногда, даже здесь появляются какие-то высыпания, или просто неровности, и даже тогда я умудряюсь накраситься этими румянами, и это не усугубляет ситуацию, это всегда невероятно красиво, очень освежает, и вот правда, в любое время года могу их накрасить, на любое торжество, к любому макияжу, это румяна, которые у меня закончились, которые я дарила своей маме, у нее где-то там концовка, и у меня уже ушло снова больше половины, и я уверена, что когда закончатся эти, я пойду в Мак, и без зазрения совести, без грамма сомнения, приобрету себе их вновь, потому что они, ну вот, знаете, это прям, мой фирменный макияж, когда я использую все эти средства, или хотя бы одно из них, это как вишенка на торте, всегда мой любимый штрих к портрету, сегодня, к сожалению, не так много бюджетных средств, но я просто выбирала то, что действительно дольше всего у меня, помада, которая сегодня на мне, это такой несветлый, выразительный нюд, может, даже к белой рубашке можно было бы нанести что-то поярче, было бы веселее, но мне захотелось сегодня воспользоваться именно ею, это помада от бренда Хеан, кстати, бюджетный сегмент, и оттенок Регги 605, это классическая матовая помада, которая даже еще больше мне нравится, тогда, когда я немножко загорелая, я недавно приобрела себе несколько новых других нюдовых, это и Диор, это и Мэйбелин, они тоже хороши, но вот это тоже тот оттенок, который всегда вызывал огромное количество вопросов, и которым я крашусь тогда, когда мне не хочется, знаете, сильно подчеркивать глаза, но при этом душа требует того, чтобы было что-то выразительное на лице, и тогда я отдаю предпочтение этой помаде, и как ни странно, даже когда она съедается, она очень стойкая, если я съем обед, например, или еще что-то такое более жирное, то она постепенно, так равномерно сходит с губ, и это не слишком бросается в глаза, что-то как-то в последнее время у меня очень много неудачных приобретений, тональных кремов, особенно из люксового сегмента, все мимо, то оттенок, то как-то это некрасиво лежит, то подчеркивает шелушение, то чрезмерно блестит, то сползает в течение дня, и мы летели в семейный отпуск, я поняла, что нужно взять что-то маленькое, и наконец-то приобрела себе подходящий мне зимой оттенок от тонального, даже нет, от BB крема, от бренда Herbarian, это оттенок нюд, с SPF 20, и он обещает эффект baby face, он у меня когда-то был, но в слишком светло-сером оттенке, я тогда мешала его с самым темным, который доступен у нас, это door, как-то, наверное, по-французски, это читается, я французский вообще не знаю, но и сейчас тот, который вот прям такой, как моя кожа зимой без загара, это оттенок нюд, и это тот BB крем, который дает хорошее покрытие, очень часто я его фиксирую или максимально легкой пудрой, или совсем не пользуюсь пудрой, потому что он такой, на моем лице, как будто сатиновый, то есть, с одной стороны, не глухоматовый, но при этом, все-таки, не чрезмерно сияющий, он очень хорошо скрывает все недостатки, несовершенства, при этом он не стягивает мне лицо, очень хорошо держится в течение всего дня, и я, пожалуй, куплю себе еще полноразмерную версию, потому что это все в одном, вот чего только можно пожелать, и можно нанести также и тонким слоем, и это красиво, можно наоборот, где-то наслоить и перекрыть постакне или пигментацию, и он еще не подчеркивает поры, не проваливается в морщинки, все с ним хорошо, и за это я его, собственно говоря, и люблю. Я тот человек, который чаще всего делает акцент на ресницы и губы, не на тени. Мне кажется, что яркий макияж глаз очень часто делает меня и старше, и, в принципе, более уставшей, поэтому у меня всегда есть мой любимый набор помад, которые всегда скрасят меня, чтобы со мной не происходило. Это помада от бренда Armani в оттенке 500. Это даже не классическая матовая помада, она какая-то такая кремовая, и фиксируется она совсем не так, как классическая помада, она скорее даже как кремово-муссовая. И вот этот цвет, он настолько удачный, это и персик, и розовое здесь что-то есть, и она, наверное, еще красивее смотрится на губах, чем в упаковке. К любому наряду, на любой случай, как я уже, наверное, сто раз сказала в этом видео, она вот очень хорошо подходит и приятно, комфортно ощущается в течение всего дня. Если вы ищете какую-то хотя бы приближенную замену, вот еще один фаворит, я не знаю, сколько я их использовала, это бренд Seventeen, их линейка матовых помад, это классическая жидкая матовая помада в оттенке 06. У меня есть еще одна запасная, и, наверное, это один из тех цветов, которые, ну, хотя бы очень-очень близко к оттенку 500 от бренда Armani. И для меня, в принципе, не имеет значения, какую из них я выберу, Armani или Seventeen, я их люблю одинаково, хотя по финишу они все же отличаются. Конечно же, это помады MAC. Когда вот много лет тому назад я приобретала свою первую помаду MAC, мне казалось, что это так дорого. Согласно, не дешево, но учитывая нынешние цены, MAC все же где-то там придерживается своей ценовой политики, и сейчас можно где-то купить помады, например, на Zelando с 20% скидкой, иногда с 25%. На Дугласе у нас тоже регулярно бывают акции, и на MAC в частности. Тогда, когда я начинала собирать свою косметичку, но только у визажистов была какая-то скидка на MAC, и то нужно было иметь диплом, и это все было так сложно. Сейчас все проще, и цены приятные, учитывая то, что бюджет или масс-маркет стоит не так-то уже как бы и дешево. А помады MAC это классика жанра, и тогда многих подкупили настолько феноменальные оттенки и разнообразие вот этих финишей, текстур, и матовые, и ретро-мат такие тугие, помните, и кремовые, и сияющие, и сатиновые помады, и у меня было множество оттенков, и к каждому из них я сегодня же готова вернуться. На данный момент я уже начала покупать и какие-то более современные коллекции MAC, ну то есть более новые, наверное, так, но все же из классической линейки у меня есть два оттенка, которые вот незаменимы. Первый это оттенок Mer, возможно, за столько лет на YouTube я рассказывала о каких-то очень похожих цветах, и это такой выразительный коричнево, даже немножечко красноватый, лиловый, как будто это матовая помада, и пахнут они ванилью, но вот у MAC такой достаточно характерный аромат, и я его очень люблю, у меня эта душка ассоциируется только исключительно с MAC, и это помада, которая очень хорошо передает насыщенный оттенок, она приятно ощущается на губах, и она, опять же, на те времена у меня, когда хочется сделать акцент на губы. Вторая помада, к сожалению, у меня немножечко зажарилась в сумке летом, поэтому она сломалась, очень жаль, но это кремовая помада, которую я все равно не выбрасываю, кисточкой аккуратно наношу, это помада, которая и увлажняет, и дает сияющий финиш, у нее очень красивый персико-розовый оттенок, с таким блеском кремовым, с любым нюдовым карандашом, это оттенок Peach Blossom, я использую ее или тогда, когда вообще не накрашена, какой-то нюдовый карандаш, вот эту помаду, и все становится лучше, с бровями так вообще роскошь, или тогда, когда у меня какой-то легкий смокий айс, или стрелку там добавляю, что-то такое акцентное на глаза, и хочется просто чем-то подкрасить губы, чтобы они не терялись на всем накрашенном лице, это очень комфортная помада, и многим она тоже подойдет и понравится, и куплю ее снова, когда как-то допользую эту. Что касается консилеров под глаза, то у меня есть два, они абсолютно разные, это MAC Pro Longwear, и когда я его купила, во-первых, я выбрала для себя неподходящий оттенок, и тогда была мода на супер плотные консилеры, все штукатуркой замазывали область под глазами, и я даже умудрялась наносить его в два слоя, а потом я как-то научилась пользоваться любым консилером, и правильно его фиксировать, и вовсе мне не нужно наносить аж столько продукта под глаза, чтобы скрыть мои несовершенства. И я должна признаться, что вот этот консилер, особенно если у вас есть морщинки, и вы любите стойкий макияж, вот это прям очень хорошо, или на выход для меня. Это стойкий консилер, который никуда не девается, который держится, но при этом он не съеживает вот эту всю область под глазами, не делает вас визуально еще старше, если нанести тонким слоем при помощи губки, все это зафиксировать легкой пудрой, очень красиво, и действительно продержится ровно столько, сколько вам нужно. У меня оттенок достаточно темный, потому что когда я была загорелой, ни один консилер мне не подходил, я уже не знала, что мне купить. Как-то было несколько промахов, опять же, дорогих я плюнула, и заказала то, что всегда сработает. Поэтому у меня это загорелый оттенок, а на сейчас у меня кое-что другое, так как я стараюсь все-таки пробовать что-то новое, и на каждый день я выбираю что-то более увлажняющее, такое кремовое. Это же консилер, который, конечно, не 10 лет со мной, он вышел, наверное, года 4 тому назад, и с тех пор я покупаю его регулярно. Это консилер от Evaline, который очень сильно напоминает, например, Clorans, вот достаточно близко. Он чуть-чуть другой по текстуре, но также перекрывает, и я фиксирую его пудрой от Sensai или Han под глаза. Уже, кстати, снова заканчивается. Даже выдавить не могу. У меня ушло несколько упаковок, и тот оттенок, который подходит мне, это 02 Medium, потому что он такой, как мне надо, в общем, с желтинкой я люблю, тогда это все максимально гармонично скрывает мою синеву под глазами. Но есть еще оттенок посветлее, очень многие его любят, и он подойдет и как молодым девушкам, также девочкам постарше, которые уже замечают какие-то заломы там под глазами, даже во время улыбки. И вы знаете, я часто наношу этот консилер, и даже не фиксирую его. Если он где-то там собрался, морщинка здесь, например, где у меня сосуд вот лопнутый, он мне мешает даже не столько морщинки, я расправила, пошла дальше и вперед. Или можно палочкой аккуратно это все убрать из морщинок, и все будет окей. Так что это консилер, который хорошо держится, и кремовый, все перекрывает, и у него такая средняя плотность покрытия, которую вы, конечно же, можете нанести потоньше, и тогда у вас будет легкое покрытие. И закончу я свою сегодняшнюю подборку красной, огненной, насыщенной, суперсовременной и стильной красной помадой. В основном те оттенки красных помад, которые многими рекомендуются, там, визажистами, любителями косметики, они классические, они красивые, но меня они делают как-то серьезнее, старше, и даже не такой, вот знаете, какой-то жизнерадостный, что ли, а когда мне хочется выглядеть дерзко, точно стильной, может, даже немножко секси, под определенные супер базовые образы, даже или нарядные, хочется вот эту красную помаду, идеальный тон лица, даже только ресницы, и ты выглядишь, как голливудская звезда, не меньше, вот эта красная матовая помада от бренда Pupa, это мой выбор. У меня оттенок 10, и она как перец чили, там еще есть оттенок 9, вот они достаточно близки, и одну, и вторую я люблю, я как-то пыталась понять, в чем у них разница, мне кажется, что 10, он все-таки ближе именно к классике, но более современная классика, назовем это так, а 9, он такой вот уже даже в сторону оранжевого чили, вот, наверное, так, надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, но я замечаю эти подтоны, для меня это имеет значение, и вот классическая матовая помада красная, это не всегда хороший выбор для меня, поэтому я беру вот такие огненные, это та классическая жидкая матовая помада, которая не размазывается, которая, конечно же, съедается после такого конкретного обеда, но вы можете даже добавить ее где-то по центру, можете использовать ее без контура, потому что она очень-очень пигментированная, и помада, которая останется на ваших губах, и не отпечатается на бокале вина, на какой-то там чашечке чая, когда будете что-то пить, и уж точно она не отпечатается на ком-то, кого вы решите поцеловать. На этом мы с вами будем прощаться, надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, и также поделитесь, пожалуйста, своими такими олдскульными фаворитами, которыми вы пользуетесь уже на протяжении многих лет, и не видите, и даже, возможно, не ищете замен им. На этом мы с вами будем прощаться, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.